Всем привет, друзья! Ну что, наконец-то у нас хорошая новость за последнее время. Недавно разбирал свою почту и увидел письмо от брокера Interactive Brokers, где у меня находится мой основной долгосрочный портфель. Interactive Brokers мне написал, что он отменяет ежемесячную плату за так называемую неактивность в размере 10 долларов. И если честно, то эта новость просто не может не радовать, потому что очень многие люди не открывали счет на этом брокере именно из-за этих комиссий, так как им просто было невыгодно введение счета, и для них эти комиссии были слишком большими. И вот сейчас нам брокер пишет, что он отменяет эти комиссии, и давайте прочитаем, что он написал мне в письме. Уважаемый клиент, хотя многие наши клиенты ведут активную торговлю или обеспечивают достаточный остаток на счете, мы решили отменить ежемесячную плату за неактивность, чтобы устранить любые минусы сохранения счета в Interactive Brokers. С 1 июля 2021 года с вашего счета больше не будет взиматься плата в размере 10 долларов из-за недостаточного баланса на счете или числа операций. Решение об отмене платы за неактивность соответствует отраслевым стандартам и нашему стремлению предоставить клиентам недорогие торговые решения. Новость на самом деле отличная, потому что до этого у Interactive Brokers действительно были слишком высокие комиссии, из-за которых очень многие люди просто не хотели открывать там счет. И если мы сейчас перейдем на их официальный сайт, то увидим, что у них уже обновилась вся информация и все комиссии у них по нулям. Но до этого у них были примерно такие цифры, если мне не изменяет моя память. То есть, смотрите, если у вас на счете было менее 2000 долларов, то вы в месяц платили 20 долларов. 20 баксов в месяц, если у вас на счете менее 2000 долларов, представляете? Если у вас на счете от 2 до 100 тысяч долларов, то у вас комиссия за неактивность в месяц была 10 долларов. И если у вас на счете было больше 100 тысяч долларов, то у вас комиссии не было. И также были дополнительные условия, то есть, если вам было меньше 25 лет, то у вас комиссия должна была составлять 3 доллара в месяц. И первые 3 месяца после открытия счета у вас комиссии не было. И сейчас Interactive Brokers пишет о том, что он отменяет вот эту комиссию вот за неактивность и у него остаются только комиссии за сделки. Но комиссии за сделки есть абсолютно у любого брокера, в принципе на этом брокер и зарабатывает. И давайте я вам сейчас вкратце просто в двух словах объясню, что такое вообще была комиссия за неактивность, за что она взымалась и почему после ее отмены инвестировать стало еще доступнее. Смотрите, например, вы долгосрочный инвестор, то есть вы купили какой-то актив и забыли там про него, он у вас лежит на брокерском счете и вы не совершаете никаких сделок. Допустим, в этом месяце вы не совершили ни одной сделки, то есть вы на комиссии за сделки не потратили ничего. В этом случае у вас в этом месяце возьмут комиссию за неактивность в размере 10 долларов. Даже если вы ничего не будете делать, даже если вы не будете заходить на брокерский счет, у вас возьмут комиссию 10 долларов за неактивность. Если вы, например, уже в этом месяце потратили какую-то часть денег на комиссии за сделки, ну например, вы там купили 4 ETF фонда и при покупке каждого ETF фонда бралась комиссия 1 доллар. То есть вы потратили в этом месяце на комиссии за сделки 4 доллара. В этом случае у вас комиссия за неактивность также будет, но будет она у вас уже 6 долларов. То есть чтобы добить вот до этих 10. То есть вот эти 10 долларов у вас возьмут в любом случае в месяц. Но если вы, например, уже потратили 4 доллара на комиссии за сделки, то у вас возьмут только 6 долларов, чтобы добить вот до этих 10 долларов. Ну, если вы, например, на комиссии за сделки, например, совершаете много сделок и в этом месяце вы на комиссии за сделки потратили, ну, грубо говоря, 15 долларов, то у вас вот эту комиссию в 10 долларов уже брать не будут. Потому что вы уже потратили 15 долларов, а 15 долларов это больше, чем 10 долларов. И теперь Interactive Brokers пишет, что он отменяет вот эту комиссию в 10 долларов за неактивность и у него остаются только комиссии за сделки. Но опять же напоминаю, что комиссия за сделки есть у любого брокера, на этом брокер и зарабатывает. В описании под видео я оставлю ссылку вот на эту страницу с торговыми комиссиями, если кому интересно, можете перейти и подробно ознакомиться. Лично у меня комиссия за сделки всегда составляет 1 доллар, то есть я инвестирую в ETF-фонды, в американские, при покупке и при продаже этих ETF-фондов у меня комиссия составляет всегда 1 доллар. И сейчас я хочу буквально пару слов сказать о плюсах данного брокера. Почему лично я инвестирую через этого брокера? Напоминаю, что у меня там находится мой основной долгосрочный портфель. Почему Тарас инвестирует через этого брокера? Почему этого брокера я чаще всего рекомендую нашим участникам, которые мне пишут с подобными вопросами? Кстати, друзья, кто не знал, сейчас я курирую ребят только в нашем закрытом телеграм-канале. Там каждый участник может мне написать по интересующему ему вопросу и я каждому участнику отвечаю лично. Общаемся мы не только на какие-то инвестиционные темы, как заработать на акциях, но очень часто мне присылают какие-то вопросы по общим финансовым темам. Их мы также разбираем. Поэтому, если кому интересно, все необходимые ссылки вы сможете найти в описании под этим видео. Ну а теперь давайте пару слов о плюсах брокера Interactive Brokers. Итак, во-первых, после отмены этой ежемесячной комиссии за неактивность, Interactive Brokers стал еще более доступным для широкого числа инвесторов. Потому что, напоминаю, очень многие люди не открывали счет на Interactive Brokers, потому что для них эти комиссии за неактивность были слишком большие. И если вы, например, долгосрочный инвестор, который, например, купил и забыл, то для вас платить там 120 долларов в год просто так, даже если вы там очень-очень редко заходите на счет к брокеру, это было для вас невыгодно. И я читал много форумов, где люди, инвесторы, которые уже, например, открыли там счет, рекомендуют заводить туда не меньше 12 тысяч долларов. Представляете, они рекомендуют пополнять минимум на 12 тысяч долларов. Почему? Потому что комиссия 120 долларов в год, это как раз будет 1% от общего капитала. То есть не нужно, чтобы комиссии какие-то, чтобы издержки превышали 1% в год. А если у вас, например, на счете как раз будет 12 тысяч долларов, то у вас комиссия в размере 120 долларов в год как раз будет составлять 1%. Потому что если у вас будут высокие издержки, то на длительном промежутке времени у вас очень существенно сократится ваша потенциальная прибыль. Да, возможно, на коротком промежутке времени, там год, два, три, вы этого не заметите. Но если вы, например, будете инвестировать там 10-20 лет, то вот такие большие издержки через какой-то долгий промежуток времени очень скажутся на вашей потенциальной доходности. Поэтому вот вам очень важный совет. Когда вы выбираете какие-то инвестиционные инструменты, максимально старайтесь сократить все свои расходы и все свои издержки. Потому что таким образом на долгосрочном периоде вы сможете значительно увеличить свою прибыль и свою доходность. Во-вторых, Interactive Brokers это международный брокер. И открыть у него там счет и начать через него инвестировать могут жители самых разных стран мира. То есть тоже очень часто задают такой вопрос, почему вот вы инвестируете через Interactive Brokers, а, например, не через там Тинькофф, ВТБ и так далее. Я вот слышал, что это хорошие брокеры. Не спорю, Тинькофф, ВТБ это хорошие брокеры. Хорошие российские брокеры. То есть через них могут открыть счет и инвестировать только граждане России. Ну, например, в нашем закрытом канале участники из самых разных стран мира. Там не только из стран СНГ. Мне писали участники из США, из Канады, из Европы, там, Германии, Франции. Писали из Польши. Недавно вот буквально писали из Кореи, из Японии. То есть они являют, они русскоговорящие, но они являются резидентами этих иностранных государств. И открыть счет у российских брокеров они не могут. Но зато они могут открыть счет у международного брокера, как, например, Interactive Brokers. В-третьих, это огромнейшее разнообразие самых разных возможностей. То есть начнем с того, что там можно открыть множество разных счетов. Вы посмотрите, счета трейдеров и инвесторов. То есть частный инвестор или трейдер, семейный счет. Можно открыть счет для малого бизнеса, счет какой-то консультант, друзья и семья. Можно открыть институциональные счета. Можно, здесь есть какие-то другие услуги. То есть несколько типов счетов выбирайте под свое усмотрение. Но, само собой, чаще всего подходит частный инвестор или трейдер. Ну, если вы инвестируете сами. Также огромный список инвестиционных инструментов. Вы просто посмотрите, сколько их. Акции, опционы, фьючерсы, ETF, варанты, валюты, металлы, индексы и тому подобное. То есть, пожалуйста, инвестируйте во множество разных инвестиционных инструментов. Это доступ к разным мировым биржам. Посмотрите, список бирж. Северная Америка, Южная Америка, Европа, Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион. Глобальные какие-то биржи. То есть, огромное разнообразие. Также, какое у него преимущество, например, перед российскими брокерами. Очень часто у российских брокеров, ну, например, у того же Тинькофф. Чтобы купить какой-то иностранный, например, ETF фонд, вам потребуется статус квалифицированного инвестора. То есть, например, если вы захотите купить ETF фонд TripleQ, в который инвестирует Тарас, то через Тинькофф вы без этого статуса купить его не сможете. То есть, если вы попытаетесь его купить, вам Тинькофф выдаст вот такую ошибку, что нужен статус квал инвестора. Точно так же и у меня. Я покупаю иностранный ETF фонд, американский у Interactive Brokers. Если я захочу его купить через Тинькофф инвестиции, мне опять потребуется статус квалифицированного инвестора. Через Interactive Brokers я могу это сделать без этого статуса. Ну и еще один плюс, и на мой взгляд это самый главный плюс, это надежность. Конечно же, надежность. Interactive Brokers ведет свою деятельность с 1978 года. То есть, он старше, чем весь российский фондовый рынок. И смотрите, что самое интересное. Если мы посмотрим на рейтинг по S&P у брокера Interactive Brokers, он будет BBB+. Видите, BBB+. Но, если мы посмотрим на рейтинг от того же S&P у Российской Федерации, смотрите, он будет BBB-. То есть, представляете, рейтинг у брокера выше, чем кредитный рейтинг Российской Федерации. Что еще раз говорит о надежности этого брокера. Также Interactive Brokers ведет свою деятельность под надзором американских регуляторов. А вы сами прекрасно понимаете, что они намного жестче в плане регулирования, чем кто бы то ни был другой. И смотрите, самое главное, что все счета инвесторов, которые инвестируют через Interactive Brokers, они застрахованы. То есть, если мы перейдем на официальный сайт Interactive Brokers в раздел защиты счета, то мы увидим такую информацию. Счета Interactive Brokers, на которых содержатся ценные бумаги наших клиентов, застрахованы корпорацией по защите инвесторов ценной бумаги на сумму до 500 тысяч долларов США. А также компания Interactive Brokers при сотрудничестве с лондонской страховой фирмой Lloyd на сумму до 30 миллионов долларов США. Если мы перейдем на тот же сайт Тинькофф и посмотрим, застрахованы ли деньги инвесторов у Тинькофф, то мы увидим такую информацию. Застрахованы ли деньги на брокерском счете? Нет. Агентство по страхованию вкладов не страхует ценной бумаги и деньги, которые вы храните на брокерском счете. У Interactive Brokers они же застрахованы. То есть, смотрите, простыми словами, что это такое. Если у вас на счете, у, например, Interactive Brokers лежат наличные деньги, не путайте, именно наличные деньги, а не в активах, не в акциях, не в облигациях, не в ИТФ, а именно на счете у брокера наличные деньги, и возьмем самую плохую ситуацию, брокер обанкротился, или там у него отозвали лицензию, в этом случае, если у вас деньги лежат на счете у Interactive Brokers, вам деньги вернут. В случае же, например, с российскими брокерами, вам средства никто не вернет. То есть, если у вас, например, будут лежать наличные средства на Тинькофф инвестиции, и брокер обанкротится, вам их никто не вернет, потому что они не застрахованы. У брокера Interactive Brokers они же застрахованы. Но, опять же, не путайте наличные деньги на счете и деньги в активах. То есть, тоже очень часто спрашивают, что будет, если я, например, куплю акции Apple, и брокер обанкротится. Ничего не будет, потому что все ваши купленные активы, они хранятся в депозитарии. И если брокер обанкротится, вы просто приведете эти активы на другого брокера. Но, в случае с наличными деньгами, которые у вас лежат на счете у брокера, здесь ситуация другая. Если ваши средства не застрахованы, как у российских брокеров, и брокер обанкротится, вы потеряете свои средства. В случае с Interactive Brokers вам средства вернут, потому что они застрахованы. Поэтому, если до этого у Interactive Brokers, ну, таким достаточно существенным недостатком, это были как раз его высокие комиссии, из-за которых многие люди просто не хотели открывать там счет, потому что для многих людей, в принципе, это были высокие, достаточно высокие комиссии, то после отмены этих ежемесячных комиссий, Interactive Brokers стал еще более доступен для широкого круга инвесторов. А с его надежностью, с его жестким регулированием, с его защитой счетов, с его огромным разнообразием инвестиционных инструментов, он, несомненно, станет одним из лучших брокеров в мире. Итак, друзья, на сегодня на этом я хочу закончить. Решил я поделиться с вами этой информацией, надеюсь, она для вас была полезной. Все необходимые ссылки вы сможете найти в описании под этим видео. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их нашей службе поддержки. Ссылка также будет в описании и в закрепленном комментарии. Ссылка на брокера Interactive Brokers также будет в описании под этим видео. Ссылка на наш закрытый телеграм-канал и на наш открытый телеграм-канал также будет в описании под этим видео. Ну а на сегодня все. Огромное вам спасибо за просмотр этого видео. Если оно вам понравилось, не забывайте поддерживать его лайком и подписываться на наш канал Instarting Invest. Ну а с вами был Дмитрий. Желаю вам всего самого наилучшего и удачных вам инвестиций. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!